Обычно весной студенты вузов сдают зачеты и экзамены, а сегодня сдавали кровь. Все подробности в нашем сюжете. Сегодня им простительно прогуливать пары студента ЧГУ. Собрались перед главным корпусом с благородной целью поделиться своей кровью с нуждающимися. Я прочитала, что где-то полтора миллиона человек ежегодно требует переливания крови, поэтому я тоже хочу помочь. Но я во мной с ним надо, и мне страшно. Подобные эмоции, наверное, испытывают все, кто первый раз оказывается перед дверьми станции переливания крови. Для того, чтобы привлечь в доноры как можно больше молодых людей, по всей стране с 11 по 17 марта проходила акция «День донорского совершеннолетия». Люди, которые хотят помочь другому человеку, конечно же, должны сдавать кровь. Хотя бы два раза в году. Для того, чтобы помочь другому человеку выздороветь, спасти его жизнь. Замены компонентов крови нет пока на сей момент. Никакой альтернативы компонентам, ни эритроцитам, ни тромбоцитам, ни плазме нет. «День донорского совершеннолетия» – это не значит 18 лет. Можно когда угодно начать. Можно даже в 60 лет начать. Но сегодня мы, конечно, поддерживаем тех ребят, которым 18 лет, которые первый раз пришли, которые впервые сдают кровь. Специалисты отмечают – ценность представляет любая группа крови. Ну а чтобы стать донором, достаточно быть не моложе 18 лет, весить не менее 80 килограмм, быть здоровым. При себе желательно иметь хорошее настроение. Кстати, его студентам создавали прямо на месте. На площадке перед корпусом провели зарядку. Такие в ЧГУ организуются каждую неделю. Ну а после того, как разогнали кровь по венам, можно и на сдачу. Если честно, я немного волнуюсь, потому что я давно не сдавал. А так, в целом, ничего, хорошо себя чувствую. Считаю основным долгом. Ну, каждого человека – это помогать людям. Пожелали принять участие в акции более 200 человек. По медицинским показаниям подошли 156. В итоге Республиканский банк крови пополнился 80 литрами крови. Кстати, кроме морального удовлетворения от помощи ближнему, те же 18-летние доноры, кто сдал кровь первый раз, получили свидетельства и сувениры. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика.